В Доме Советов завершилось 13-е заседание Законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва. На повестке дня значился ряд важных вопросов, касающихся исполнения бюджета в 2019 году и его перераспределения на 2019. Сегодня действительно выносится закон проекта о внесении изменений в закон областном бюджете на 2019 год и плановый период 20-21 годов. Конечно, это связано с тем, что мы собрали собственные доходные источники, кроме того, получены дополнительные федеральные средства, ну и, конечно, за счет экономии средств перераспределения внутри наших отраслей. Хотелось бы отметить, что в целом доходная часть бюджета увеличивается на 735 миллионов и доходная часть бюджета составит 60 миллиардов. На жилищно-коммунальное хозяйство потратят 80 миллионов рублей. На строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог 20 не останутся без внимания требующие ремонта детские сады и школы в Барыше, Ишеевке, Димитровграде, Чердоклинском и Старомайском районе. На десятки миллионов рублей в учреждения будет закуплено новое оборудование и заменены старые оконные блоки. Значительные средства в размере 142 миллионов рублей уйдут на переселение граждан из аварийного жилья. За счет поступления собственных доходов и перераспределения средств на отрасли здравоохранения направят 105 миллионов рублей. Нужно отметить, что эта сумма идет в дополнение к тем 500 миллионам рублей, которые уже направлены на снижение кредиторской задолженности. Главный вопрос, по словам председателя комитета по бюджету и экономической политике Александра Чебухина, как правильно и рационально распределить эти деньги. В корне не устраивать те критерии, по которым доводится денежный средств. У нас получается, чем хуже финансовое состояние, чем хуже управляемость в районной больнице финансами, тем больше туда ушло денег. То есть мы кого стимулируем? Тех, кто нам выращивает кредиторку, тем, кто не умеет вести хозяйство, тем, кто не умеет работать с финансами. Допустим, могу пример привести в Чердоклинскую районную больницу, вообще ни копейки не получила из 500 миллионов. Хотя задолженность тоже имеется, но там умеют вести переговоры с поставщиками, и у них нет исполнительных листов. В дополнение к этой теме избранники народа рассмотрели изменения в закон о долевом строительстве. Так застройщики-инвесторы долгостроев смогут получить ряд льгот и мер поддержки. Непроданная недвижимость после реализации прибыли уходит застройщику, и ему предоставляется земельный участок на строительство дома, как указано в действующем законодательстве. Мы расширяем эту категорию, и предоставляется земельный участок не только для строительства дома, но и коммерческой недвижимости. Мы считаем, что это позволит сделать вход инвесторов для застройки проблемных объектов более привлекательным. В течение заседания депутаты также рассмотрели ряд законопроектов, касающихся жизни региона. Приватизация государственного имущества, управление госсобственностью, сохранение объектов культурного наследия, оздоровление детей и страховые пенсии граждан. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.